Приветствую вас, мои дорогие! Я Дед Еремей. Для многих из нас является откровением, что известные крылатые выражения, которые мы используем ежедневно, берут свое начало из Библии. У некоторых из них мы даже не знаем истинного значения. И сегодня я поведаю вам об одном таком крылатом выражении, корни которого уходят в Новый Завет. Плудный Сын Поведал однажды Иисус Христос собравшимся под для Него притчу. У одного отца было два сына, и младший захотел получить часть своего имения. Отец разделил богатство между братьями, и каждый получил свою долю. Младший сын отправился в дальнюю страну, где стал жить на широкую ногу, да вскоре все растратил. Скитался он, да побирался, искал работу всякую, только нигде ему не платили. Так и помирал он с голоду. Решил тогда юноша возвратиться к отцу и признать грех свой. Как только завидел отец блудного сына, бросился к нему, стал обнимать да целовать. Упал странник на колени и стал молить о прощении, что не достоин он быть сыном своего отца и место его не за семейным столом. Но не слышал его отец, только приказал принести ему лучшую одежду и устроить шикарный пир. Узнав об этом, затаил обиду старший брат. Спросил он отца, за что младшему такие почести, ведь старший сын никогда его не предавал, но не был удостоен такого приема. На что отец ответил ему, «Сын мой, ты всегда со мною и все мое твое». А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. В наше время выражением «блудный сын» называют тех, кто после постигших его неудач раскаялся и вернулся к прежнему. Вот такая вот история, дорогие мои. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok